Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня мы с вами приготовим домашние бургеры. Три совершенно разных, с яйцом, сыром, котлетой и с разными соусами. И, пожалуй, приступим к их приготовлению. Бургер относится к разряду закрытых бутербродов. То есть, это булочка, внутри которой находится начинка. Начинка в основном мясная. Это чаще всего либо котлета, либо колбаса. Значит, мы сразу же приступим к приготовлению бургеров. Бургеры очень распространены в крупных городах, в больших сетевых центрах питания, в частности, в Макдональдсе. Бургеры готовятся разные. Сегодня мы приготовим три бургера с разными соусами. Булка нам понадобится вот такая вот, не сладкая. Можете даже использовать батон или просто обычный хлеб, если вы не смогли купить булочку. Булочку я смазываю растительным маслом и обжариваю до хрустящей корочки. Бургеры мы будем готовить с начинкой из говядины. Фарш мы приготовили сами. Значит, я мелко-мелко нарезаю головку репчатого лука. Вот на 600 граммов фарша у нас идет небольшая головка репчатого лука. Она у нас где-то примерно вот с яйцом. Я показываю, что переборщить тоже не надо, чтобы наш фарш не распадался. Многие добавляют лук, многие не добавляют лук. Но так как вот котлетки мы такие будем не тоненькие делать, чтобы они пропеклись и были сочными. Не такие жесткие из говядины, а такие сочненькие были вкусные котлеточки. К ним мы обязательно немножко добавим лучку. Вот такой головочки будет достаточно. Мелко-мелко мы порубили наш лучок. Лучок такой едкий оказался, прям в глазки чувствительные. Я его выкладываю в наш фарш. Что добавлять в говядину? Ну, какие специи добавлять? Говядина очень любит кориандр. Поэтому мы его обязательно добавляем. Вот на 600 грамм фарша я добавлю половинку чайной ложки. Может быть, даже чуть-чуть побольше добавлю. Вкус будет замечательный у говядины. Также немного я добавлю черного перца. Тоже где-то половиночку чайной ложечки. Может быть, даже чуть-чуть побольше. Остальные специи, какие хотите, вы можете добавить по своему вкусу, по своему усмотрению. И добавляю соль. Лук, черный перец и кориандр. Больше у нас ничего нет. Добавила соли. Ну, где-то вот на нашу эту ложечку, наверное, одна чайная ложечка. Сейчас самое главное. Наш фарш нужно хорошенько вымесить. Вымесить вот до такого состояния, чтобы он имел однородную структуру, чтобы котлеты наши не развалились без яйца. Фарш мы хорошо отбили. Он у нас получился вот такой вот однородный. Очень хороший. Не рассыпается. Котлеты из него будут прекрасные. Вот на три котлетки нам будет достаточно вот такого фарша. Булочки наши обжарились. Корочка у них вот такая вот поджаристая, хрустящая. Я их снимаю. Приступаем к приготовлению нашей начинки. Значит, котлеты мы готовим обычным способом. Я беру мясо, формирую из него котлетку, вот такую кругленькую. И просто ее очень удобно формировать на доске. Просто как бы немножко подавливая, и тут же ее, если где-то вот такие трещинки идут, опять разминаю и как бы склеиваю. Так, котлеты наши должны быть по размеру чуть больше булки, потому что они ужариваются. Одну котлетку мы приготовим с выемкой, чтобы нам туда приготовить яйцо, разбить. Поэтому я вот так вот на котлету делаю выдавливание прям вот обычным стаканом. Вот такая выемка у нас получилась. Следующие котлеты я просто буду делать обычные. Просто формирую из них вот такие вот котлеточки. Бургеры, они признаны очень в Европе. Их прекрасно кушают на завтраке. Особенно считается очень сытным завтраком у студентов. Все, теперь мы идем и выкладываем наши котлеты на сковородку и обжариваем. В горячую сковородку мы налили растительное масло. И сейчас я на сковородочку перекладываю нашу котлету. Сделать это не сложно. Вот котлету мы переложили. Я немного ее вот так ручками подправлю. Подправлю нашу выемку для яйца. И обжариваю котлету вот примерно 4 минутки с каждой стороны. Бургер нас жарится. Во внутрь бургера я разбиваю яйцо. Немножечко оно у нас рассеклось, потому что яйцо очень крупное и большое. Сверху я накрою крышечкой, чтобы наше яйцо немножко прихватилось. Бургер мы переворачиваем в другую сторону. Вот это яйцо я подниму, которое у нас излишнее. Просто его можно сюда же положить. И обжаривать будем с обратной стороны. Я выкладываю на тарелочку. И продолжаю жарить следующие. Обязательно нужно положить на горячий бургер сверху яйца, сыр. Чтобы он подплавился. Котлеты я выкладываю на горячую сковородку. Вот так немножечко я их придавливаю, чтобы они как следует прожарились. Выкладываю и вторую. Очень удобно пользоваться деревянной доской. Точно так же я придавливаю. Можно это сделать вилочкой. Обжариваем также с одной стороны и с другой. До золотистой корочки. Переворачиваем наши котлеты в другую сторону. И обжариваем с другой стороны до золотистой корочки. Значит, я вот так надавливаю на котлетку. Сверху как бы появляется вот такой прозрачный сок. В принципе, уже кровь не идет, значит, они практически готовы. Не забывайте, что бургеры очень любят сыр. Сыр нужно добавлять обязательно. Вот я кладу сыр. И еще одну минутку я их обжариваю. И буду снимать. Котлеты наши обжарились. Сыр немножко подплавился. Я снимаю котлеточки. Вот такие они у нас симпатичные получились. Самое главное, натуральные. Очень сытные и полезные. Нарезаем составляющие наших бургеров. Составляющие у нас обычные. Это томаты, лук, свежий огурец. Нарезать нужно тонко, чтобы нам можно было в бутерброде легко откусывать наши овощи. Не принимать никаких. Уилка измельчу укроп. Составляющие могут быть всякие разные. Пожалуйста, кладите по своему вкусу. Самая главная разница в наших бургерах это соус. Соусы мы будем готовить разные. На любителей, какие вы хотите, можете приготовить. Просто мы покажем, какие могут быть соусы к нашим бургерам. Также мелко я нарезаю, тонко нарезаю красный лук. Достаточно тонко. И приступаю к составлению нашего соуса. Первый соус мы приготовим с майонезом. Я беру майонез. Майонез обычный мы берем. Вы можете тоже брать тот майонез, который любите. Вот я взяла одну столовую ложечку майонеза. Немножко добавлю горчички. Чуть-чуть, капельку совсем. Добавляю немного сахара. Вот буквально на кончике нашей чайной ложки. Также чуть-чуть, капельку я добавлю соли, чтобы наш соус такой был кисло-сладкий, горчичный. И все перемешиваю. Вот, в принципе, все. Первый соус наш готов. Приготовили мы его достаточно быстро. Очень простые продукты на него идут. Булку я намазываю соусом. Кладу на нее листик салата. Можно салат порезать. У нас листья очень нежные. Я их резать не стала. Сверху я кладу котлетку. Сверху котлеты кладу свежий огурчик. И, пожалуй, помидор. Вот один лобчик. Вот такая вкуснятина у нас получилась. На верхнюю булку я тоже намазываю соус. Очень аппетитно. Хочется попробовать. Вот такой красивый у нас получился бургер. Мы приступаем к следующему. И готовим следующий соус. Следующий соус у нас будет состоять из майонеза и кетчупа. Также с добавлением горчицы. У нас здесь остался майонез. В него я просто добавлю кетчуп. В майонез я добавляю кетчуп. Добавлю одну столовую ложечку. Горчица у нас есть. Есть сахар. И также присутствует здесь у нас соль. Все. Второй соус наш тоже кладу. Лук. И намазываю ее соусом. На соус я выкладываю красный лук. Лук я разбираю на кольца. Чтобы у нас вот они были колечки. Такие красивые. Чтобы у нас мы откусили и почувствовали вкус лука. А не головку луковую. Вот так вот я разобрала на части лучок. Сверху я кладу маринованный огурчик. Я его тоненько также порежу. Бургеры, конечно, можно приготовить дома. Это не сложно. Их очень любят мужчины. Дети очень любят. И, конечно же, мы, женщины, их просто обожаем. Так, котлету я положила. И сверху я выкладываю следующую булочку. Я ее также поливаю соусом. Его как следует размазываю по булке, по нашей, по хрустящей. И не забываю положить укропчик. Укропчика я кладу много. Так, чтобы у нас чувствовался аромат укропа. И думаю, что бы еще положить. Пожалуй, я еще положу сюда листик салата. Так, чтобы у нас бургер был такой вот вкусненький, нарядненький и красивенький. Вот, пожалуй, сделаю вот так. Все. Второй бургер наш готов. Вот такой красивый, симпатичный и вкусный. И сейчас мы будем готовить. Треть соус третьего бургера у нас будет состоять из кетчупа. Кетчупа я беру одну столовую ложечку. Также добавлю горчицу. Горчица у нас не сладкая, острая. Поэтому я добавляю немного. Буквально на кончике чайной ложечки. Ну, в принципе, это на любителя. Если вы хотите такой поострее, бургер съесть, так, чтобы у вас продрало до самого, прям не хочу. То можете горчички положить побольше. Также сюда я мелко-мелко быстренько сейчас порежу маринованный огур. Так, выкладываю в наш соус. Также сюда брошу горсточку укропчика. Вот такой соус у нас получился. Не забуду положить немножечко сахара и совсем маленькую граммулечку соли для вкуса. Соус в бургере, конечно, важен. Вот последний бургер я выкладываю. Делаю вот такой вот соус. Разравниваю его. Он у нас такой густой получился, красивый. Кладу листик салата. Кладу нашу котлету с яйцом. Вот такая она у нас красивая, большая получилась. Очень поджаристая даже-таки. Выкладываю его сверху нашего салатика. И сверху, пожалуй, положу парочку вот таких вот огурчиков. Тоненьких-тоненьких, светящихся, красивых. Немножко припудрю еще вот таким укропом. Все, последний бургер мы приготовили. Соус я вот так кладу сверху. И вот наш красивый третий бургер готов. Сейчас мы его разрежем. И посмотрим, что у нас там получилось. Вот я специально разрезала, чтобы вы посмотрели. Вот яйцо, желток у нас сыроватый. И очень хорошо пропеченная котлета. Все, готовьте по нашим рецептам. Готовьте вот такие вкусные бургеры, которые поднимут вам настроение. Зарядят вас на целый день. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. И не забывайте ставьте лайки.